всем добрый день итак начинаем рассматривать программу zc 6.1 с первого меню меню общее ну во первых в отличие от предыдущей версии 5.0 то здесь появились российские нормы благодаря которым рассчитывается значение мощности отопительных установок помещений то есть ей можно выбрать и предоставить так но мы ввиду того что хотим сверить значениями которые получены по данной программе с уже существующими то есть поставим пока обезменения то есть те нормы которыми пользовались непосредственно в предыдущей версии zc 5.0 в дальнейшем возможно то есть я покажу как рассчитывается по российским нормам но это уже будет другое видео ну или комплекс видео по расчету мощностей по российским нормам ну и также сравним с уже существующими насколько отличается российское значение от европейских норм и так здесь остается все ведь без изменения то есть здание также остается без изменения основные данные тоже остается без изменения так как не менялась дальше здесь вот появилась закладочка этажей которых можно по умолчанию установить те данные которые вам понадобятся дальнейшем ну вот например у меня уклон крыши будет 20 градусов так ну и будет у меня не из 2 метра с нуля то есть у меня будет доскатная крыша то есть как видим на этом рисунке ну и будет 0 поставим так ну оставим без изменений здесь не ставится так и еще одно то есть высота этажа высота окна у нас будет полтора метра так уровень двери остается высота проема остается потому что они нам не понадобятся так все остальное оставим без изменения так ну ладно угол наклона крыши не изменили следующая закладка вентиляция здесь тоже добавились некоторые данные в частности если вы читаете по российским нормам здесь высвечивается значение российских нормативных документов по всем параметрам так мосты тоже осталось без изменения то есть мы выполняем расчет по упрощенной форме хотя рекомендуется выполнять более усовершенствованной форме в российских нормах эта закладочка исчезает хотя по новому условию правил 2013 года необходимо учитывать так отопительные приборы мы убрали не будем ориентировочно рассчитывать так ну и параметры расчета тоже остаются без изменения то есть по сути единственно что здесь поменялось все это поменялась складочка добавился тоже всем спасибо за внимание для дальнейшего разбора данной программы так всем удачных расчетов